всем привет это видео урок про ноды life path про функцию back facing в ноде geometry и чуть про нод holdout это все-звечайно полезные ноды которые вам могут пригодиться я сейчас решил сделать этот урок потому что я готовлюсь к третьей части видео урока про кольцо и золотили на колец так чтобы она прожектировала буквы на лицов рода и соответственно сделать это можно либо при помощи нода holdout либо при помощи нодов light path и back facing в geometry ну я решил что light path это такой технически более красивый метод итак приступаем переключаемся в раздел шейдеров и работает это только сайкл смотрите справа есть в сайклс разделчик light path тут должно быть не меньше 16 но не взять не меньше 16 а как бы но чем больше тем лучше в зависимости от того насколько вас мощная система потому что некоторые функции но до light path не будут работать если справа будут маленькие значения в light path и так я тут подобрал такие цвета в чекер такси чтобы они друг другу прикрывали если поставить на половинку они становились белыми это нам должно помочь с решением некоторых задач итак первый нод это in camera ray но первый первый output соответственно с ним то что мы видим напрямую это один материал и то что вот мы видим через материал transparent вот я тут на play на применил материал transparent соответственно один материал то что находится во всех отражениях и преломлениях это соответственно уже второй материал ну конечно я бы сказал это не основная функция основная функция то что мы можем сделать применить материал прозрачности и материала свет одновременно давайте отключим diffuse bsdf и подключим материал прозрачности и материал света но в разных комбинациях вот первым идет тот который мы видим а нет первым идет тот который влияет на окружение второй ноты тот который мы видим соответственно видим мы сейчас прозрачный нот а вот свет мы видим от нода и мишин его же мы увидим во всех отражениях и проломлениях вот можно сделать поярче чтобы он светил десяточку ну соответственно это очень удобно если вы хотите сделать какой-то ну поставить цену какой-то светящийся объект но чтобы самого объекта не было видно чтобы у вас получилась красивая сцена ну наверно это будет красивый с каким там интерьерным дизайном или автомобилями а те давайте поменяем и тут нас уже получается противоположная ситуация здесь наш объект не создает никакого свечения но при этом но при этом мы его видим соответственно это будет полезно для противоположных ситуаций когда нам нужно чтобы какой-то у какого-то объекта была видна текстурка но при этом чтобы он но не освещал соседние объекты но это особенно полезно для фотограмметрии вот там где я с дракончиками делал можете посмотреть по другое видео на ю тубе ну наверное эти два надо нам уже больше не понадобится возвращаемся к нашим diffuse без дев так но с ин камерой мы вроде закончили теперь in shadow ну я сейчас не буду клубляться в этот нот это по сути это по сути то же самое что и diffuse а нет 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 сейчас честно говоря я только что только что вот я пока да только катался не получилось сделать так что пенша дурай а все 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 я и я я и я вспомнил и я и я вспомнил простить что торможу тут соответственно мы берем два нода transparent без дев сейчас что чтобы не не тормозил это переключат у меня себе перекружается а ну что такое shadow район как мне кажется он работает с transparent без дев и возможно еще со стеклами он работает мы подключаем наши чекера к транспорт без дев подключаем к шейдером возвращаемся к cycles и видим то что in shadow рай сам объект но имеет как бы один цвет тени от него другого цвета можно даже поэкспериментировать и попытаться сделать но миксону diffuse без дев и транспорт без дев но соответственно красивая прозрачная тень от транспорт без дев а основная от diffuse без дев это ну наверно тоже можно где-то применить и но мне пока это идея только почему-то же связано с фантастикой но соответственно тут тень черная потому что тени от diffuse без дев но за счет соседних но но за счет от отраженного освещения тут как бы пол практически это но тут как бы этой тени особо не не видно хотя с другой стороны с другой стороны если мы подключаем все вас напрямую тогда синего оттенка тут нет ну в общем вот так вот странно работает эта функция но с транспортом выглядит очень конечно впечатляющая так ну и дальше нам нужно транспорта не потребуется и мишна им тоже не нужно будет дальше диффьюзер и диффьюзер и это отраженное освещение ну соответственно смотрите вот мы видим то что и частично стало синим частично ну а частично отражается за счет за счет покелор частично отражается желтый вот но вот это то что стало синим сейчас я выйди выделю наш плейн и уберю и уберу specular ну кстати говоря specular он там на другой работает отдельно вот смотрите видите стало синим это потому что у нас свет падает на вот поверхности отражается на наш объект и от нашего объекта падает обратно то есть этот свет который отразился от нашего объекта ну кстати говорит тут вот не очень хорошо видно синим вот то есть свет который отразился от нашего объекта он будет таким как второй материал это как раз таки есть принцип от диффьюзер и ну опять же ну это я чуть позже покажу ноты диффьюзер и там будет более более понятно но более наглядно видно кстати говоря я вот как раз я думаю я даже специальную коллекцию создал диффьюзер так дальше следующее это у нас глоссерой тут он он похож на некоторые другие по принципу действия но смысл прост то что все то что мы видим через отражение преломления все это у нас второй материал ну а так принцип тот тот же самый и еще раз напоминаю все это можно применить и к свету к источкам освещения я тут просто показать не буду иначе будет слишком медленно ну давайте я даже напишу то но не буду тратить время в общем это применимо и к свету дальше следующий сингл аррей так вот сингл аррей он при он виден только в одном единственном месте он виден в спекилар и в клей код это только если раф нас равен нулю если раф нас не равен нулю то не видно ну соответственно смотрите вот соответственно в этом плане мы видим почему сразу два объекта сейчас и я может быть что-то путаю просто а нет нет мы в этом плане синим мы видим то что напрямую идет тот свет который идет на на плей напрямую мы видим синим это у нас синий а то что мы видим оранжевым это то что нас отразилось от зеркала ну я не знаю где может пригодиться сингл аррей но наверное тоже пригодится работает только с спекилар и из клей код ни с чем другими работает дальше следующий наш нот это reflection ray ну так вот соответственно он работает только лишь с зеркалами ну кстати говоря ну да когда чуть дальше пройдем гораздо интереснее будет касательно зеркал а с со стеклами не работает дальше transmission ray ну этот работает наоборот только с зеркалами а с отражениями не работает дальше ray length вот тут уже пошли более сложные ноды чтобы использовать эти ноды нам нужно ну подключать математические ноды но там ничего сложного нету так вот ray length это удаленность нашей камеры от объекта определяет тот материал который мы видим соответственно возможно это было бы полезно для оптимизации каких-то крупных сцен если камера движется по сцене чтобы удаленные объекты имели более простой материал наверно вот для этого сейчас нам нужен масс нод ай блин кажется не туда подключил сейчас да ужасно много мощностей процесса это цикл жрет ну соответственно мы сейчас метрах определяем дистанцию до камерам если у нас 0 и я я правда не помню тут надо в прибавлять или убавлять от или с абстракт но сейчас посмотрим ну единичку двоечку троечку четверочку пятерочку ну давайте двадцатку и соточку нет во всех случаях тут нужно именно убавлять я забыл давайте вот соответственно 0 1 соответственно смотрите видите тут уже краешки которые вот наиболее близки к зеркалу на них применился вот длина луча применилась и они уже стали другого материала давайте полтора вот смотрите видите уже больше стало давайте вот два ну соответственно дистанция от нашего плейна до соответствующего объекта давайте посмотрим через два зеркалу ну сейчас нет мне мне тяжело сформулировать принцип но в общем принцип такой от от объекта до камеры либо до отражающего преломляющего объекта но для transparent это не работает ну и соответственно смотрите вот если мы сейчас приблизим к камеру то он тоже будет становиться а нет вот видите если мы приближаем к камеру то тоже срабатывает дистанция луча хотя нет стоп я и ошибся для transparent это тоже работает ведь здесь у меня вот эти вот плейна с материалом transparent ну и давайте поставим ну давайте прибавим сразу восьмерочку или сколько у нас до камеры вот видите вот камера на 12 метрах от плейна ну давайте от 15 прибавим ну мне и на я даже не знаю так что вот наверно где-нибудь 13 12 с половиной вот видите и вот он у нас уже наполовину мы прибавляем он в один материал отдаляем другой материал следующий это raydev так сейчас я сейчас уже капельку подзабыл что отвечает но мы его сейчас тоже а хотя впрочем можно и сразу через но подсоединить тут имеется ввиду через сколько всяких препятствий должен пройти луч соответственно если мы поставим 0 то у нас во всех препятствиях это будет один материал а без препятствий и вот если через transparent то у нас будет другой материал соответственно если мы ставим двоечку то смотрите видите в первом кубе это один материал а во втором кубе вот у меня тут кубы видите вот мы вот так вот сделаем смотрите в первом кубе это один материал ну потому что там две стенки соответственно мы по двоечке прибавляем а во втором кубе это другой материал мы ставим четверочку теперь у нас в первых двух кубах это другой материал И, кстати говоря, смотрите, то же самое это относится и к отражениям. Вот, если мы ставим 1, то это вот только отражение первого уровня у нас, первый материал. Если мы ставим 2, то у нас сразу отражение второго уровня, это второй материал. Если мы ставим 3, то у нас уже отражение третьего уровня. Не знаю, мы там 4 разглядим. Ну, короче говоря, и так до бесконечности. И вот давайте попробуем то же самое с нашими стеклянными кубами. Я как раз не зря там выставил. Давайте вот, соответственно, 0, 2, 4, 6, 8. Ну, у нас тут максимум 4 куба, соответственно, максимально это 8. А, кстати говоря, через кубы отражения выглядят синими. А так они выглядят желтыми. Давайте попробуем продолжить прибавлять, чтобы они через кубы были желтыми. Давайте сразу до 20. Вот, видите, то есть каждое прохождение... То есть тут суммируется между кубами и отражениями. Ну, то есть вот смотрите, например, мы возьмем 9. Видите, часть отражений прозрачная. Ну, часть отражения один материал, часть отражения другой материал. А, 10. Вот уже больше отражений другой материал. У нас осталось последнее отражение. И 11. Вот так вот. Благодаря этому вы можете четко определять в своей сцене. И это мне пригодится для следующего видеоурока с кольцом. Через какое количество... Ну, через какое количество прохождений ваш объект изменится? Ну, через какое количество прохождений через препятствия ваш объект изменится? Тут, ну, дробные значения тут нет смысла ставить. Хотя странно, тут при дробных значениях... Сейчас, 1.5. А, ну, вот смотрите, видите, 1.5 я поставил. И у нас уже он начал смешиваться, ну, в противоположном направлении становиться белым. Ну, вот 2.5. Ну, в общем, можете поэкспериментировать. Это уже менее, менее важная часть. А, нет, вот если это мы поставим 1, смотрите, видите, он сразу выкрасится в тот, ну, в первоначальный материал. Если мы поставим 1.5, то, на соответственно, все мешается, и он становится серым. Но это за счет того, что я такие цвета тут в Checker Text выставил. Дальше, следующий, Diffuse Dev. Мы не сможем на примере спирали посмотреть Diffuse Dev. Поэтому я закрываю эту коллекцию и открываю следующую коллекцию, где у меня как раз будет Diffuse Dev. А, так, сейчас. А, кстати говоря, просите, пожалуйста, я тут заранее материала не подготовил. Ну, соответственно, сейчас мы берем Light Path. А вот, создаем новый нод. Вот, принцип LBSDF нам, наверное, ну, не смысла. Сейчас Light Path. Два Diffuse без DF. И Mix Shader. Ну, соответственно, тут будет видно только в том случае, если изначальный цвет содержит часть второго цвета. Ну, вот давайте изначальный цвет мы сделаем оранжевый. Соответственно, это Maximum Green, Maximum Red. А второй цвет мы сделаем красный. То есть, чисто Red. Ну, вот. И, соответственно, берем математический нод. И берем Diffuse Dev. Соответственно, Node Diffuse Dev. А, я, кстати, говорю, не знаю, тут ад или с абстракцией пользуются. Наверное, тут все-таки ад и надо использовать. Соответственно, в прямых лучах мы будем видеть один цвет. В отраженных лучах мы будем видеть другой цвет. А, нет, наоборот. В общем, отражаться тут будут такого цвета, который находится во втором ноде. Соответственно, во втором ноде настолько красный. И, соответственно, все, ну, все отраженное освещение, оно настолько красное. То есть, вот тут вот цвет, он идет, ну, по такому же примеру, с дигзагом. Я поэтому его тут и выставил. И, наверное, даже не знаю, каким тут цветом. Лучше сделать, наверное, зеленым. Соответственно, свет отражается сюда. Отсюда он отражается сюда. Отсюда сюда. Ну и так далее. И, соответственно, все отражения, которые мы видим, они будут вот именно вот второго цвета. Но это не очень применимо, потому что если мы возьмем первым цветом тот, который не содержит красного, ну, например, green plus blue, то, как видите... А, нет, я когда готовился, мне, кстати, так не получилось. Сейчас, вот если мы, предположим, оставим только green. А, может быть, это то, что я добавил от 0,5. Вот, смотрите. Соответственно, если мы отставим 0, ну, прибавляем 0, и у нас один зеленый, другой красный, тогда у нас, соответственно, ничего не проходит дальше. То есть, в данном случае, точно так же, как только что было с отражениями, у нас дальше не идет. Если мы поставим вот green и red, то дальше red пойдет. А вот так вот не пойдет. Ну, до этого мне не работало, как нужно. Что тут отстаял? Валю 0,5. Если мы поставим единичку, тогда он начнет идти дальше. Если мы поставим двоечку, то теоретически он должен пойти еще дальше. Ну, вот почему... А, ну, вот смотрите, при единичке они... Ну, в общем, я не знаю, где применить такой нот. Вот при 0,5 они смешиваются. Если мы ставим единичку, то у нас полностью применяется второй. Ну, а вот давайте попробуем минус 0,5. Если уходим в минуса, то у нас полностью применяется только первый. А, и смотрите, вот где у нас лампочка. Как видите, если мы применяем минус 0,5, то у нас распространяется только первый материал по дифьюзу. Ну, не знаю, и распространяется он не дальше вот одного сечения. Если же мы уходим в плюса, вот, например, плюс 2, то распространяется второй материал и намного дальше. Ну, где это использовать, я сейчас не знаю. Возвращаемся тогда... Так, возвращаемся к исходному... К исходной коллекции. Так, diffuse dev посмотрели. Glossy dev. Ну, тут принцип тот же самый. Вначале ставим математический нот на 0. Соответственно, Glossy dev это только то, что относится к отражениям. Ну, и в принципе, тут смысл понятен. Если у нас стоит на 0, значит, все зеркала, ну, все отражения будут вторым материалом. Если мы ставим единичку, то первое отражение будет вторым материалом. Если вот 0,5, то они смешаются. Ну, в моем случае получается белый, потому что у меня взаимно перекрываются цвета. Если мы ставим 1,5, 1,5, тогда смешиваются цвета во втором уровне отражений. Если мы ставим двоечку, тогда, соответственно, два отражения... Ну, два отражения это один материал, а третье отражение тоже другой материал. Ну, поставим троечку, и третье отражение у нас тоже будет первым материалом. Если вводим в минуса, то все становится вторым материалом. Дальше, Transparent Dev. Это, мне кажется, самое применимое. Это основное, что я собираюсь использовать в следующем видеоуроке про кольцо. Соответственно, Transparent Dev. Смотрите, видите, у меня же вот тут вот плейны есть. Вот, ну, их не особо видно. Сейчас вот на них применен материал Transparent. Соответственно, используем Transparent Dev. Так, не туда нажал. Соответственно, смотрите, если мы берем единичку, то первый плейн становится, он отражает второй материал. Если двоечка, то второй плейн отражает второй материал. Ну, а сколько у меня? Четыре, кажется, да? Если, соответственно, троечку, то... А вот если вот теперь мы берем 2.5, то тогда у нас смешиваются материалы. Если там 1.5, тогда вот на том смешиваются материалы. Ну, соответственно, троечку. И вот тут у меня еще где-то был четвертый. А я их 5 сделал. Ну, неважно. Вот четверочку и пятерочку. И, соответственно, это тоже очень полезно, если вы делаете какие-то, ну, многоуровневые системы, где вам нужно на определенных уровнях заштриховать какой-то объект. Вот это будет особенно полезно, именно если вы используете transparent без def. Ну, и следующий, transmission def. Ну, это опять же то же самое, но только применительно к прозрачности. Так, с abstract ставим обратно на ноль. Ну, соответственно, вот видите, это вот у нас относится только к этим... Это у нас относится только к стеклам. Ну, соответственно, если... А, ну, тут, соответственно, тут 2, 2 границы у квадроку, поэтому если вот двоечек, то вот так вот. Если трое... А если четверочку, то вот так вот. А, ну, в смысле, чуть-чуть не надо брать. И, естественно, у нас остался еще последний куб, четвертый. Сейчас он не тормозит. Ну, соответственно, если мы возьмем восьмерочку, то и последний куб у нас станет отражать другой материал. Ну, а вот давайте попробуем взять 7.5. И, как видите, у нас оба материала смешиваются, если мы применяем половинку. Вот так вот. Так что, в принципе, я думаю, это во многих сценах будет очень полезно. Ну, и давайте... Поскольку мне кажется, самый актуальный это transparent def. Ну, самый актуальный нод, я даже не вижу особого смысла пользоваться другими. Но это можно использовать как для облегчения сцен, так и для каких-то многоуровневых систем, где нужно что-то заштриховать. Соответственно, давайте мы вместо одного из материалов diffuse без def возьмем transparent без def. Но только такой transparent без def, который без цвета, просто белого цвета. Соответственно, смотрите, сам transparent без def – это вот полная прозрачность. Ну, если transparent без def вы взяли белым, то это просто объект невидимого цвета. Ну, просто мы его не можем увидеть. Соответственно, мы попробуем его смешать с mix-шейдером. Вот так вот. И смотрите, соответственно, вот сейчас мы объект не видим, но мы можем, если мы будем… Вот мы через transparent def подключили, соответственно, единичка. Мы видим сейчас. Вот первый уровень. Соответственно, двоечка мы видим через два плейна, троечка мы видим через три плейна. А у нас еще один или два плейна остались. Соответственно, четверочка мы видим через четыре плейна. Я считаю, это наиболее востребованная функция lightpath. Но если вы не согласны, то пишите в комментах. Мне будет интересно знать, как это еще можно применить. Так что с нодом lightpath мы закончили. И дальше я покажу вам нод holdout. Сейчас. Ну, вот его можно прямо к SEO-фас применить. Смотрите, наш объект стал черным, но действительно сейчас стал не черным, он стал с альф-каналом. Мы открываем настройки рендера, ищем раздел Film и ставим transparent. Смотрите, видите, у нас вот этот спиральный, который я применил, holdout node, она, соответственно, стала квадратиками. Это значит, что если мы вставим, ну, если мы отрендерим и вставим куда-то изображение, это будет просто лифт-канал, это будет прозрачность. Мы можем потом где угодно, как угодно, этот plane, ну, по-другому, ну, что угодно потом сюда вставить. Мы можем даже этот же самый plane несколькими разными способами отрендерить, или отрендерить, как будто его нет. Или, ну, что угодно сделать, а потом просто уже в каком-нибудь видеоредакторе, да, ну, хоть в DaVinci Resolve, хоть вот в блендеровском видеоредакторе, мы можем все это дело совместить. Так что это такая, ну, я считаю, это крайняя альтернатива через holdout и композитинг. И тем, мне это не очень нравится, но, возможно, я этим воспользуюсь в дальнейшем. А, ну, и, кстати говоря, вот я забыл, посмотрите, если мы подключаем holdout, то holdout, он не применяется на отражение. Он применяется только на то, что мы видим напрямую, и это, вот, я считаю, как раз, ну, большой минус. Ну, и последний, это вот... Сейчас я для наглядности передвину. Соответственно, это backfacing. Это означает то, что одна сторона будет одним этим, одним нотом, другая сторона другим. Соответственно, мы, ну, вот сейчас тогда подключу, получить вначале diffuse без df. Сейчас, в принципе, тут можно уже этот... ну, вот, смотрите, соответственно, одна сторона – это один материал, если вот мы применяем backfacing, другая сторона – это другой материал. Это как раз-таки очень удобно. Ну, мы, соответственно, материалы можем поменять местами. Тут работает со всеми материалами, кроме материал translucent, потому что translucent, он бросается на другую сторону. Сейчас я вам, кстати, говоря, это покажу. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас будет, если мы применим emission. ну, вот, соответственно, одна сторона у нас светится, другая сторона у нас не светится. Это как раз-таки тоже очень удобно. И мы можем еще попробовать применить материал transparent. Ну, соответственно, одна сторона у нас становится прозрачной, но ведь мы можем transparent свет применить. сейчас мне, к сожалению, ужасно тормозит. Вот. Ну, мы можем сделать так. Мы можем сделать, мы можем на transparent нанести текстуру. А, не туда, не туда подключил. Ну, вот, соответственно, как у нас выглядит. Таким образом, смотрите, там, где свет проходит через прозрачный, transparent, там получается одна тень, где у нас проходит через... А, я тут, кстати, неправильно подключил. Ну, вот. Соответственно, там, где у нас проходит через transparent, у нас получается одна тень. Там, где у нас проходит через diffuse, у нас получается другая тень. Это тоже можно использовать. Если мы можем попробовать обединить transparent вместе с emission. Ну, вот как это выглядит. Ну, вот с translucent там это работать не будет. Давайте попробуем подсоединить diffuse. и translucent. Нет, кстати говоря, на этот раз это почему-то работает. Возможно, с ими что-то не работает. Но когда готовился, у меня, в общем, здесь все дело не сработало. Ну, в общем, я ошибся, тут тоже работает. Так что, в общем, вот это очень удобная система нодов. Особенно вместе с transparent, без дев, если мешать. ну, вот, ну, вот, ну, вот, ну, вот, Если какой-то объект вам мешает, и вам нужно, чтобы его было видно только с одной стороны, или, например, если вы какую-то лампочку хотите ставить, чтобы она только с одной стороны светила, и не через In Camera Race, а вот таким вот образом. Ну, или там с какими-то другими целями, то мне кажется, вот прям замечательный вариант. Все. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи.